Сопредседатели консультативного совета глав протестантских церквей России, а также лидеры евангельских церквей, 6 мая приняли участие в церемонии возложения венков и цветов к могиле неизвестного солдата. В Александровском саду у Кремлевской стены они совершили молитву за Россию, за мир и благоденствие в стране. Затем на церемонии прозвучал гимн Российской Федерации и была объявлена минута молчания. Если мы теряем память, если мы забываем прошлое, мы теряем и будущее, и непонятно, как живем в настоящем. Во второй книге Царств написано, что когда погиб Саул и Анафан, то Давид написал песню. Казалось бы, Саул был его злейшим врагом, который хотел убить его. И он написал песню, в которой звучали слова, как пали сильные Израиля, цвет и краса твоя, Израиль, пало оружие бранное. Эту песню он научил петь всему Израилю, чтобы помнить. Да, может быть, на поле боя они были враги, но они были одной крови, одного народа. Как важно почитать. Кто-то из христиан скажет, но ведь от Саула отошел Дух Святой и сошел на Давида. Верно, все верно. Но вот тот же Давид, на котором был Дух Святой, напомнил нам удивительные слова, что на Сауле было помазание Елея. Вот я хочу, чтобы мы это помнили, люди, которые шли и отдавали свою жизнь, как написано в Священном Писании. «Блажен, кто отдаст душу свою за жизнь ближнего своего». Я думаю, что вот эта память, она очень важна, чтобы помнить, что у Бога мертвых нет, ибо у Бога все живы. Возложение венка памяти к могиле неизвестного солдата, к горящему огню, как символу вечной памяти, это хорошая традиция, которую мы, евангельские христиане, держимся уже долгие годы, вспоминая в своих молитвах о тех жертвах, которые были принесены во время Великой Отечественной войны. Мы молимся также о мире, который нужен не только для нашей страны, но и для всех стран, чтобы человечество имело развитие и могло славить Всевышнего. Очень много евангельских христиан-протестантов имеют боевые награды за участие в сражениях Великой Отечественной войны, награды за труд в годы войны. На самом деле на войне не стоял вопрос, какого ты вероисповедания – православный протестант, мусульманин или неверующий. Необходимо было всем миром противостоять нацизму. И с Божьей помощью это удалось сделать 71 год назад. Этот праздник объединяет представителей самых разных конфессий и национальностей, потому что это память о наших дедах, прадедах, которые отстояли свободу для нашей страны и, значит, свободу для всех нас. Я так рад быть сегодня и участвовать в этом, потому что как представитель нашей церкви тоже показать наше почтение и благодарность всем этим людям, которые отдали жизнь свою для России. Это очень-очень важно. Хочется пожелать всем людям, чтобы больше никогда на планете земляне не было подобного, чтобы не было войн, чтобы был мир и Божье благословение было со всеми. Также хочется сегодня, вспоминая, что мы находимся в эти дни, вспоминаем также пасхальные праздники, хочется всех поздравить с большой победой, которую совершил Иисус Христос на Голгофском кресте, победой над грехом, над смертью, и Он нажил. Поэтому поздравляю всех вас с праздником Победы и с Пасхой, Христос воскрес, воистину воскрес. Информационное бюро «Спектр», Москва.